Друзья, всем привет! Сегодня показываю вам все свое наличие, которое у меня имеется на сегодняшний день. Сразу хочу вам сказать, я об этом вам говорила в предыдущем видео, что в этот раз подарков, простите, никому не будет. Потому что я сделала перетрубацию всей своей коллекции. Часть деток, которых я пересадила, их залил дождь, теплица была открыта и я не успела ее закрыть. В общем, была я не здесь. Залил дождь и после этого они начали гнить. Поэтому часть горшков я оставила, они вообще под вопросом. Часть я из своих деток выбрала на продажу. В общем, как-то так в этот раз. Прошу понять и простить. И дело в том, что несколько деток я выберу, но так как у меня посылок очень много бывает, то где-то 100-150 деток я выбрать не могу. А кому-то дать, кому-то не дать, это будет тоже обидно. Поэтому в этот раз никому. Уж вот так получилось, простите. Поэтому предупреждаю сразу. Ну а теперь давайте начнем. Начну по порядку. Растений очень много. И взрослые, и детки. Размеры буду где-то линейку приготовить. Размеры буду показывать. Ну, где как бы видны размеры, я буду говорить. Размер горшка, а там уже сами прикидывайте, какой размер растения. Где горшок будет общий, я буду прикладывать линейку, либо буду озвучивать размеры растений. Ну и так поехали. Здесь все горшки 5 сантиметров. То есть размер горшка 5 сантиметров. Растения больше 5 сантиметров. Вот как вы видите, они выпирают уже за горшок. Вот здесь вот 5 сантиметров горшок. Растения уже горшок и не видно даже. Если горшок будет больше, я буду говорить, что он больше. Так, это эхиверия эбони. Классная гавоидная розетка. Очень красивая. Окрашивается. Ну вот, как бы на некоторых уже виден окрас. Такими, как они должны выглядеть. Замечательные растения. Это колората бранди. От колораты айс. Она отличается тем, что у нее вытянутый лист. И этот лист полностью краснеет. Но абсолютно разные виды с колоратой айс. Это эхиверия, гибрид эхиверия эзибал. Не знаю, какой она будет в дальнейшем. Но приезжала она зелененькая. У меня она где-то живет уже месяц. И смотрите, какая она прелестная становится. Вообще супер. Кончики остренькие, клювики остренькие, как у Чихуахуэнсис. Окрас сине-фиолетовый. И в красноту уходит. Не знаю, с кем ее скрещивали. Но растение замечательное, я считаю. И неприхотливое. Вот по уходу, по тому наблюдению, которое я веду за ней уже на протяжении месяца. Может быть больше. Растение очень неприхотливое. Выносит и засуху. Они у меня тут бедные страдальцы. И все равно растет. И даже вот в этом страшном торфе, в ужасном растет. И развивается. Набирает окрасы. И сохраняет свою красивую форму. Дальше. Это Эхиверия Гилварет. Гилварет. В общем, друзья, приходили. Они все давным-давно. Но они были такие убитые. Такие заморожшие. Что просто невозможно их было вам показать. И предложить к продаже. Вот сейчас они принимают божеский вид. Эта Эхиверия окрашивается до красных оттенков. Под лампами она очень красивая. Перепады температур тоже ее окрашивают в ярко-красный цвет. Форма у нее красивая. Она не тянется. В общем, замечательное растение. Так, иду по порядку. Это Седум Милки Вей. Здесь будет черенок на срез. Черенки небольшие. Ну, где-то прям совсем, если маленькие, буду в порцию ложить два черенка. То же самое с вот этим Седумом. Это Седум Досифилиум Мажор. Это есть Минор Досифилиум. Обычный Седум Досифилиум. Но он тоже прикольный, классный. Тоже окрашивается до розовых оттенков. А это Мажор. Он крупнее. Вот такой он при другом содержании. Видите, вот здесь он крупнее. Здесь он ярче, но чуть-чуть помельче. Это все, естественно, зависит от грунта. Здесь он крупнее, жирнее, мордастей. Но так как влаги здесь было много, и, возможно, грунт здесь жирней. В общем, он здесь вот так вот выглядит по-другому совершенно. Но мне кажется, и то, и то. Не то, и то, а то, и тот. Тот, и тот вид растения, внешний вид растения, мне кажется, классный. Что один вид, что другой. Он и в зеленом варианте классный, и в розовом классный. Но вот розовый сейчас пересадить, естественно, он опять начнет зеленеть. А потом только начнет набирать розовый окрас. А вот этот уже начинает набирать розовый окрас. Видите, листики начинают потихоньку бледнеть. Они не отваливаются, они просто меняют свой окрас. Это эхиверия лонгиссима гибрид. Она окрашивается очень круто до узорчатого тыльного листа. То есть тыльная сторона листа у нее окрашивается узорами. Ну, пятнышками. Там это будут все срезы. Вот два среза. Вот эти будут продаваться. Два среза. Одна потемнее, другая посветлей. Вот это значит больше питания. Это на пнях. Дети, их надо уже срезать. И вот третий размер розетки. Это розетка крупнее. То есть цена будет от большей к меньшей. Вот три розетки и три цены. Это с корнями. Те две будут срезами. Едем дальше. Это пахифитум фревел. Он, наверное, один. Растение с корнями. Если какой-то другой найду, то подпишу другую цену. Но большего размера нет. Если рядом будет стоять в графе в этой цена вторая, меньшая, то значит нашла один какой-то. Может быть даже сейчас буду снимать видео и найду. Просто я уже запуталась. Их много. Это одно единственное растение. Алоэ вера. Это лекарственное косметическое алоэ. И для эстетики, и для лечения, и для красоты. Это эхиверия скорпио. Здесь их несколько. Ну, может быть, одно какое-то я не буду продавать. Ну, посмотрю. Короче, посмотрю, когда буду писать цены. Я посмотрю, как они выглядят. Просто они, я думала, они вообще не выживут. Они у меня уже больше двух месяцев вот тут реабилитируются. И вот более-менее в начале восстанавливаться. Так, это эхиверия скорпио. Это два растения. Но выглядят они совершенно по-другому, по-разному. Гастерия литл верти. Очень интересное растение. Фактурные листья, шершавенькие. Вот эти все кружочки, они выделяются. Их можно прощупать руками. Это языки друг к другу расположены. Вот тут листик лопнул. Ну, может быть, механическое повреждение. Не знаю. Ну, в общем, лист живой. Но чуть-чуть повреждение, это не влияет на его рост. А вот это растение, видите, вот звездочкой развивается. Может быть, оно сейчас устаканится. И то же самое, пойдут листики один к другому. Может быть, так и останется, не знаю. Но оба растения интересные очень. И достаточно крупные уже. Так, вот это зеленое. Зелено-оранжевое. Это красула сванзиенсис. Два кустика. Так, ну ладно, это покажу в общей массе. Эуфорбию. Дальше это у нас эхиверия хрома. Сейчас найду вам свою. Вот так она окрашивается. Варигатность ее проявляется от света. Чем больше света, тем, чем ей комфортнее, тем у нее появляется вот такой окрас. Она просто стояла у меня очень близко к солнцу. А те стояли поодаль. И большую часть тени находились. Горшок здесь 5 сантиметров. Это цветонос лезет. Эти уже цветут. Один горшок на Кампсерос Санрайс. Тоже варигатный на Кампсерос. Точно так же, как и хрома, он окрашивается от яркого света. Приобретает ядреные салатово-розовые оттенки. Очень красивый. Вот эти ворсинки, это никакие не волосянки, никакие тут не пушинки, не семена дуванчиков. Это вот с такими волосяночками он растет. Это его специфика этого вида. Это пахифитум аметист. Давным-давно его не было. Вот. Ну, достаточно редкое растение. Ну, не сказать, что прям супер редкое. Ну, редкое. Вот. У меня его в продаже не было. Больше года точно. И он очень редко попадается. Это эхиверия чихуахуээнсис. Горшки здесь везде 5 сантиметров. Чихуашечки. Замечательные. Клювики уже натачивают. Уже окрашиваются. Макушечки компактные. Это все у меня уже произошло. Приходили они вообще не понять какие. В общем, блины приезжали. Вот. Это вот все уже наросло у меня. Поэтому представьте, сколько вот я их выхаживала. Так. Следующее растение. Вот это вот. Вот эти три головы. И вот еще одна голова. Это пахиверия Эспе. Она значится как пахиверия Луэла. В общем, я определила, что это пахиверия гибрид пахифитомаглютини каули. Но с кем ее скрещивали? Возможно, с эхиверией Луэлой. Поэтому она так называется пахиверия Луэла. Потому что вот эти красные кончики, красный окрас листьев, вот Луэла так окрашивается. Возможно, пахифитом у глютини каули. Я не уверена, но это мое предположение. Скрещивали. Ну, что глютини каули, точно. Потому что у нее липкий стволик. А у нас только, раз это пахиверия, значит, это гибрид пахифитома. А из пахифитомов с липким стволом единственное только пахифитом глютини каули. Вот поэтому я сделала такие выводы. Ну и, возможно, ее скрестили с Луэлой и не стали ей подбирать какое-то название. Просто пахиверия Луэла. Ну, у меня она значилась как Эспе. Напишу Эспе и в скобках пахиверия Луэла. Очень красивое растение. Очень. Вот сейчас она начинает окрашивать тыльную сторону листа. Невероятно пухлые листья. Румяная такая. Ну, прям вот съел бы, реально. Это два растения. Пахифитум Бэби Фингер. Это пахифитум с мелкими листиками. Компактный, растет кустиком, разрастается во все стороны. Классный. Так, колорату я вам показывала. Это я вам показывала. Это Алоэ Витро. Тоже фактурные листья шершавые. Шершавины вот эти, они прощупываются. Окрашивается тоже до ярко-красных оттенков. Но вот сейчас он, конечно, очень красивый. Потому что на солнце он живет. У меня здесь уже тоже больше месяца. Обалденные. Так, дальше, друзья. Это вот этот ряд. Вот эти вот розетки. Это Эхиверия Таурус. Горшок 5 см. Но розетки уже 6 см. Может быть, даже к 7 см. Замечательные. Это Эхиверия Марс. Тоже 5 см. Горшок. Марс вырастает очень крупной агавоидной розеткой. Достаточно неприхотливая. В отличие от некоторых агавоидных. Ну, в общем, красавец. Это Пахифитум вердермании. Продаваться будет по одному растению. Я их просто компоновала, чтобы место сэкономить, освободить. Вот смотрите уже, как окрашиваются макушечки. Не знаю, будет видно в видео или нет. Вот розовенькие такие. Они прям нежно-нежно розовые. Он бывает от розово-сиреневых оттенков до салатово-желто-оранжевых. В общем, зависит от содержания. Очень красивый Пахифитум. Это Эхиверия Мексикан Геан. Горшок тоже 5 см. Розетки 6 к 7 см. Классные. Вот мой Мексикан Геант. Я его посадила в жирный грунт. Теперь буду ждать, когда у него начнут вытягиваться листья. Он у меня рос в бедном грунте. В общем, если сажаете в бедный, то он превращается в такой жирный колобок. Если сажаете в достаточно питательный грунт, то листья вытянутые бывают всегда. То есть в жирном грунте вот такие вытянутые листья, они останутся. Это крестовник Хаварта. Здесь, ну как всегда, они вот такие всегда приезжают. Видите, вот нижние листики коричневые. Это от того, что поливали их по головам. Этому крестовнику противопоказана влага. Ни в коем случае не опрыскивайте, не обрабатывайте. Он никогда не болеет. Вредители на него не цепляются никакие. В общем, у него очень хорошая защитная вот эта войлочная защита, одним словом. Поэтому он никогда не болеет и вредителей на нем не бывает. Поэтому обрабатывать его не нужно и по голове его лить не нужно. Если обрабатываете растения во всей коллекции, его отставляете, чтобы на него не попала ни влага, ни обработки. Потому что вот такое будет происходить. Вот он у меня пожил. И листики, смотрите, вот все беленькие, все ровненькие, красивенькие. Нижние листья со временем отвалятся. Можете даже сразу их оборвать, если они вас смущают, когда растения приедут к вам. И выбросить, потому что крестовники от листа не размножаются. Дальше, друзья, это красула Роджерси. Здесь достаточно большие крупные кусты. Стволики у нее окрашиваются в красный цвет. И со временем листики становятся круглые, пухлые. Ну, от содержания. В общем, то, что сейчас вы видите, это результат двухмесячного труда. Приезжали они как сосульки. Листики все опушеные. И со временем они окрашиваются тоже до красно-оранжевых оттенков. Замечательная красула, я считаю. И неприхотливая. Болеет редко. Ой, вердермани вообще чудесный. Так, это седум Джой Сталыч варегатный. Здесь кустики уже, видите, все с деточками. На стволе развиваются детки. И эти детки потом превратят это растение в пышный, красивый варегатный кустик. Замечательный седум. Ну, часть листьев здесь повреждена. Это они такими приезжали. Вот они у меня уже достаточно долго живут. И вот все уже начинают покрываться детьми. Листы эти на состояние растений не влияют. Так, это у нас... А, это я потом общей массой покажу. По хифитум капитан Джейсоб. Большие тоже жирные. Вот начинают окрашиваться. Вот так выглядит мой Джейсоб. Вот такой у него окрас. Бывает он еще ярче. Едем дальше. Это Лихтенбергия. Это вот такой интересный, максимально интересный кактус. Колючки эти не колючие. Для устрашения выглядит вот такой опушеной. А-ля колючей, но не колючей звездой. Классное растение. Это красула клавата варегатная. Продаваться будет кустами. Горшок здесь 5 сантиметров. Ну, где-то по 3 растения в горшке. Вот так. Вот в таком состоянии. И в таком размере. Эти все растения. Окрашиваются до ярко-малиновых оттенков. У меня есть вторая клавата. Она не варегатная. Она совершенно другая. Но оба растения очень красивые. Эта кустовая красула растет невысоким кустиком до 15 сантиметров в высоту. И расширяется она в разные стороны. Не древовидная. Чуть не упустила. Я их сдвигаю, чтобы пробраться туда. Надо мне сдвигать поддон. Это пахиверия изар. Или пахифитум сп, как он всегда у меня значился. Но вообще это пахиверия изар. Тоже очень красивая пахиверия. Это гибрид пахифитума компактума. С какой-то хиверией. Не знаю с какой. Очень красивые у нее оттенки. От терракутовых до вишневых. Замечательная. И очень красивый узор у нее на листьях. Суперское растение. Неприхотливое тоже. Мухи меня заели. Ой, солнышко спряталось. Я хотя бы вижу, что снимаю. А то все слепит. Титанопсис калькорея. Горшок 5 сантиметров. Размеры немножко разные у всех. Но все хорошенькие. Все живые. Друг друга догонят. Один горшок крестовник роули. Так, хаварта я вам показывала. Это хиверия неккар. Огавоидная розетка. Удивительно красивой формы. С большим количеством листьев. И окрас у нее оранжево-болотный. Такой желто-салатовый. Ну, в общем, изменчивая она. Но красивая. Очень красивая. Это два кустика Седум Аврора. Варегатный. Расчудесный. Одна хиверия Анслоу. Не варегатная. Это иуфорбия Коралл Ред. Классная иуфорбия. Приобретает темно-вишневые оттенки. Действительно выглядит, как коралл. Это красула Капитела. Может быть, я ее уже показывала. Что-то я уже забыла. Вроде немного показала пока видов. А уже все. Уже мозги набекрень. Смотрите, какие реснички. Вот у нее опушение ресничками. И общий вид сразу такой, знаете, как с белой каймой по краям. На самом деле, это вот ее опушение кончиков листьев. Классная красула. Горшок 5 сантиметров. Это эхиверия Ирия Крестата. Вот такая класснюченькая мордашечка. Так, едем дальше. Это Суен Фрил варегатная. Размер растения около 8 сантиметров. Это эхиверия Голденстед варегатная. Размер около 5 сантиметров. Дальше. Это эхиверия Голубая цапля Блухерон варегатная. Достаточно редкий вид. Вот такая одна будет. Она чуть поменьше. Все будут срезы. И вот такая голова вторая. Тоже срез. Эта эхиверия Джоселин Джойс варегатная. Варегатность у нее такая нитевидная, как кровеносные сосуды прожилками. Размер 7-8 сантиметров где-то. Эхиверия Гасаонг около 9 сантиметров где-то. Да, сантиметров 9. Не прихотливая, не тянется, окрашивается до коричнево-красных оттенков. Ну, от условий. Это эхиверия Суен Ред Феникс. Вот одна розетка. Тоже не мелкие розетки. Вот вторая розетка. Около 8 сантиметров обе. Так, это эхиверия Примадонна. Это вот одна варегатная. Вот эти все с корнями я вам показываю, которые вот сейчас вы видели. Но кроме, где я озвучивала, что это срез. Красивая очень варегатность вот у этой розетки. Это вторая Примадонна. Это срез, но уже дает корешки. Я сейчас посмотрела. Это около 4 сантиметров. И вот эта тоже около 4 сантиметров. Тоже варегатная. Это около 7. И вот такая еще Примадонна. Здесь горшок 8 сантиметров. Ну, где-то 9-10 сантиметров растения. Это эхиверия Шалмон. Где-то 5-5,5 сантиметров к 6. Это эхиверия Гибрид Зора. Это не Зора, это гибрид. Она немножко по-другому выглядит. Ну, в общем, мамку я сейчас покажу вам. Но мамка у меня голова срублена. Она еще даже тургор не набрала. Ну, практически так же выглядит мамка. Вот. Мощные кудри у нее. Окрас красный до рыжего. Это одна детка Шавиана Роза Рейнбоу. Вернее, да. Нет, Шинтили Роза Рейнбоу. Вот она мамка. Мамка сейчас бледненькая. Она и детка бледненькая. Но это, наверное, самое красивое растение. Одно из самых красивых в моей коллекции. Варигатное растение. Размер детки около 7 сантиметров. С корнями. Около 5 сантиметров эхиверия Морган Глоу. Морнин Глоу. Свежий срез. Но пока посмотрела, сейчас деток нет. Ой, корней нет, друзья. Все, пора на пенсию. И пора, наверное, чай пить. Это эхиверия Канты Варигатная. Про Канты Варигатную я вам в прошлом видео рассказывала. От одного растения бывают абсолютно разные детки. Абсолютно разные формы, с абсолютно разной варигатностью. Вот это может вообще дать детку на себя непохожую. Это эхиверия Роза Рок Голд Варигатная. Около 6 сантиметров где-то. Это эхиверия Тирамису. Вот это. Эхиверия Дарк Айс. Это вот мамка на солнце. Дарк Айс становится блеклым, выцветшим. Под лампами невероятно красивый. Эхиверия Лапин. Сантиметров 6, может быть, чуть побольше, к 7. Эхиверия Марсель. Около 5 сантиметров. Две крупные розетки. Эхиверия Кателла Голд Варигатная. Сантиметров 7, может быть, 8. Это эхиверия Ширин. Сантиметра где-то 4,5. Это вот Тесла и вот это Тесла. Две розетки сантиметра по 4,5. Это эхиверия Криспата Бьюти. Это детка. Есть взрослая голова, даже две головы. Детка сантиметра 4,5, ну тоже, может быть, к 5. Вот две розетки Криспата Бьюти. Содержались в разных условиях. Цена вот на эти розетки будет одна. По возрасту вот эта даже старше. Ну, цвет у них тоже разный. Вот у этой прям такой ядреный цвет, вырви глаз. Нежно-нежно поросячий розовый. Все они с налетом. Эта сантиметров где-то 8, а эта сантиметров 10. Цена одна. Эта эхиверия Адетте. Где-то сантиметра 4, может быть, 4,5. Эта крупная Адетте. Где-то около 8-9 сантиметров. Эта эхиверия Чокоденс. Эхиверия Хэллоуин. Здесь две розетки. Одна на броне. Одну забирают. В общем, одна будет продаваться, любая. Друзья, это название забыла. Три головы абсолютно одинаковых. Это будут срезы. Размер где-то сантиметров 6. Каждой розетки, каждой головы. Эхиверия Папис Роуз Крестата. Срез будет. Это 4 детки Эхиверия Диск Пинг. Тоже срезы будут. Размер голов, ну, сантиметра 3. Чуть больше, которые 4. Цена одна будет. Это срезы Эхиверия Суен. Это розеточная Суен. Вон там мамка. Ярко-красная. Не тянется. Такая кубастенькая. Всегда замечательная. Это Эхиверия Велоцина. Тоже срез. Это Варигатная Эхиверия Рубела. Ну, либо двойную, либо по головам. Напишу цену. Если по одной голове, естественно, будет срез. Сейчас она на корнях. Вот если двойную будете брать, то поедет с корнями. Эхиверия Декора Варигатная. Еще будут декоры Варигатные. Потом позже покажу. Это Барон Болт. Это Эхиверия Дарк Мун. Сантиметров 8, может быть 9. Ну, вот с другой стороны показываю. Эхиверия Ред Вельвет в жирном грунте сейчас начинает активно расти. Красивую форму набирает, но цвет совсем потеряла. Около 7 сантиметров. Так, вот такая мелкая почвопокровная красула. Окрашивается до ярко-красных тонов. Будет здесь черенок с корнями. Да что ж, резкости нет. Ну, только вот так фокусировать, друзья, издали. Видите, она вся пушоненькая. Мимишная. Седум Люцидум срез. Ширина где-то сантиметра 3. Длина сантиметров 9, может быть 10, не знаю. Это красула Томп-Томп фаригатная. Здесь будет черенок на срез. Черенки небольшие, сантиметра 3. Есть двойной 1. Двойной подороже будет. Это красула Пеллюциды Маргиналис. Будут срезы. Ну, черенки на срез где-то 5-6 сантиметров. Сама на зеленая кайма, ярко-красная, выраженная. Кантик может приобретать салатово-желтые оттенки. В зависимости от грунта. Это грабтоверия РУС. Здесь будут срезы. Это моя любимая грабтоверия. Обалденная. Очень красивая и очень-очень редкая. Размер розеток около 4 сантиметров. От листа до листа. Может быть больше, но максимум ее предельный, наверное, сантиметров 6. То есть она небольшая сама по себе. Это грабтоверия Пурпл Делайт. Замечательное грабтоверие в сиреневых тонах с пухлыми листьями. Вот одна голова и вот поменьше вторая голова. Это сантиметров 5, наверное, а та сантиметров 7. Ихиверия Торнадо похож на Суен. Только краешки листа, зубчики, видите, по краю листа. У Суен более гладкий лист. Тоже вишнево-красных оттенков будет. Розетка мощная, крупная. Это срез будет сантиметров 9 где-то розетка. Иониум бронз-медаль с корнями 3 головы. Размер больше, розетки сантиметров 6. Это Пахифи Тумбей. Горшок здесь 7 сантиметров. Это Эхиверия Канкан. Это срезы достаточно крупные, сантиметров 8, может быть 9. Где-то так. Вот без этих листьев, это листья на стволе. Вот детка одна. Вот детка вторая. Мордастые все. И еще одна Канкан. То же самое. Размер около 8-9 сантиметров. Это Эхиверия Люминоус. Это все будут срезы. Вот в другом грунте мой Люминоус. Каланхои розовые бабочки. Срез. Вот таких две детки. Эхиверия Токасагона Акина. Около 7 сантиметров. И вот вторая. Вот такой иониум срез. Здесь несколько голов. Раз, два, три, четыре, пять. И по-моему маленькая шестая. Или, ну, не знаю, сейчас разверну гляну. Нет, пять, наверное, шесть. Раз, два, три, четыре. Да, шесть голов, друзья. Шесть голов. Головы небольшие. Вот это сантиметра 3,5. Эти где-то по три. Остальные, может быть, там самая маленькая, два сантиметра. Но красивый иониум. Вот принесла свой показать с другой полки. Цвет и окрас изумительный. Цвет будет ярче. Цвет будет рыжекрасный. И контрастные вот эти полосы по центру листа. Это Эхиверия Дасти Роуз. Сантиметров шесть с корнями. Это мамка. Так, здесь красового перфората срез. Еще несколько таких срезов есть. Это Каланхоя Розея. Это самая большая розетка. Где-то сантиметров, наверное, шесть. Есть мельче. Обалденные милота, друзья. Ну, такие красивые. Это две розетки Эхиверия Суен. Но она немножко отличается от той первой, какую я вам показывала. Здесь, мне кажется, более мутированные листья. Ну, может быть, начальные это только. Легкая варегатность прослеживается. На той тоже, кстати, одна варегатинка была. Она первая, какую я вам показывала. Суенка не кустовая, а розеточная. Это будет два среза. Ну, большие, крупные розетки. Сантиметров девять. Может быть, даже десять. Это Красула Обликва. Это крупная. И вот эти помельче. Вот одна поменьше. Крупная сантиметров двенадцать. Это где-то сантиметров шесть. Ну, и которые поменьше. Сантиметра четыре. Интересная древовидная Красула. Форма листа у нее очень такая забавная. Приплюснутая. Овальное закругление. Ну, красивая. Это Эхиверия Рейндропс. Еще одна приблизительно такого же размера будет. В общем, две розетки Эхиверия Рейндропс. Больше нет. Это все срезы. Вот еще Фрэтаевс. Цена будет от размера растений. Очень красивая Грабтоверия. Очень у нее интересная форма. Интересная окраска. Окрас всегда разный. Вот я вам сейчас показала два растения. И смотрите, вот они абсолютно разные. Видите, как различается цвет. Это две розетки Эхиверия Арье. Это сантиметров шесть. Это сантиметров пять. И вот это, не знаю, сантиметра три-четыре. Ну, здесь даже не в длине дело, не в размерах, а в количестве... Блин. В количестве листьев. Это три розетки на срезы Эхиверия Цитрина. Достаточно тоже редкое растение. Две одинаковые по величине и одна поменьше. И Эхиверия Эстер Крестата. Размер Крестатки около девяти сантиметров. Это Кателедон. Смотрите, какой обалденный. Какие очертания, какой насыщенно-зеленый цвет. Вообще офигенский. Вообще, это целый куст. Но, наверное, будет деленка. Вот двойная голова. Но двойная тогда будет с корнями. Ну, может быть, и эта будет с корнями, не знаю. Может быть, получится и вторую с корнями. Двойная сантиметров шесть от листа до листа. Это сантиметров пять. Это Седеверия Маркус Крестата. Здесь и крестатные головы, и не крестатные. В общем, вот такой кучкой будет продаваться. Размер кубиком. Она практически квадратная. Кубиком где-то девять на девять. Может быть, девять на десять. И вот здесь будет срез головы. Она приходила ко мне как СП. В общем, что-то из серии с краснеющей серединой и с краснеющими кончиками. Наподобие Трумсо. Что-то. Ну, в общем, точное название, я ее не знаю. Но офигенский гибрид Лау. Видите, вот кончики краснеют. А внутри мощный-мощный налет. Размер головы сантиметров девять. Так, и здесь еще две розетки на срезы. Хиверия Рэдбол. Покрупней и помельче. А, и забыла показать вам все Думшталя. Тоже черенок на срез будет. Ну, размер черенка где-то сантиметров пять-шесть. Получится с корнями, значит с корнями. Если очень длинный, то срезать все равно нужно будет. Это пахиверия Албакарината. Это будут срезы. Ну, небольшие срезы. Есть больше. Есть размер где-то сантиметров пять, наверное. Это сантиметра по три, может быть, четыре. Красула Бэби Сюрпрайс. Тоже будут черенки на срез. Это Суен Варигатная. Здесь вот ожог на листе. Он на качество роста не влияет. Растение с корнями около шести сантиметров. Это Эхиверия Адам. Размер розеток около пяти сантиметров. Может быть, четыре с половиной. Срезы. Это Грабтоверия Деби. Крупные розетки. Примерно где-то сантиметров по восемь. Есть меньше. Вот такие. И есть вот такие. Это все Деби. А крас зависит от условий. От грунта в основном. Потому что солнце у них у всех одинаково. Это мамка Деби. Детки вокруг нее не продаются. Я вот ее так ращу кустиком. Это Грабтоседум Франческо Балди. Есть вот такие огромные растения. Большие. Сантиметров 10-11. Есть поменьше. Цена тоже от большего к меньшему. Это Кремнерия изменчивая. Кремнерия мутабилис. Это самая крупная из всех продаваемых. Вот моя для понимания формы. Для понимания окраса и роста. Цвет офигенный. Причем цвет, когда набирает, она его никогда больше не отпускает. Размеры тоже Кремнерии разные. Вот тоже Кремнерия. Это же 10 сантиметров 6. Может быть где-то есть еще сантиметра 4. Это Грабтоверия Хэппи Дэй. Это будет срез. Это вот Мамка Хэппи Дэй. На солнце они все выцветают. Под лампами она розово-фиолетовая. Это Эхиверия Арпет. Около 5 сантиметров. Две розетки. Арпет где-то есть поменьше. Вот по-моему поменьше немножко. Но это вот самые крупные розетки. Крупнее не будет. Это Пахиверия Экзотика. Экзотика тоже. Это наверное самые крупные размеры. Около... Ну высоту может быть сантиметров 5. Ширину сантиметров 4. Тоже под 5. Это Эхиверия Блуберт. Тоже около 5 сантиметров. Может 4,5. Идентичная такая же где-то еще я знаю есть. Это Грабтопиталум Парагвайский Гибрид. Еще несколько будут, но мельче. Вот мой кустик. От него я щипать ничего не буду. Это мое. Просто для... Показываем как он растет. Вот в центре розетка Эхиверия Прэйти ин пинг. Размер около 6 сантиметров. По-моему где-то поменьше должны тоже быть. А вот здесь вот еще одна Прэйти ин пинг поменьше. Тоже очень красивое растение. Когда растет отдельно, приобретает желто-розовые оттенки. Это вот друзья с пухлыми листиками. Несколько розеток. Но сейчас они не очень хорошо у них окрас развит. Это Эхиверия Валентина. Размер розеток разный. Здесь вот 6 сантиметров. Где-то здесь вот 3-4 сантиметра. Вот здесь вот сантиметров, наверное, 8. Крупная розетка. Цена от размера. Вот еще Эхиверия Сноубани. Сноубани, наверное, одна. Дальше едем. Это Красула Корнута. Вот они. Дальше это Красула Мунглоу. Очень крупные растения. Пузатые, мордастые. Ширина горшка здесь 7 сантиметров у этих растений. Высота каждого растения. Ну, я не знаю, сколько. Сейчас померяем. Ну, сантиметров 7, где-то 8. Все разные. Вот Мунглоу они высокие. Они повыше корнуты. Сантиметров 8, наверное. Вот еще Мунглоу. Ну, все они примерно одинаковые. Вот здесь два листика отсохло. Зато здесь есть деточка. Ну, там, где лист исчезает, где засыхает, там постепенно появляется ребенок. Это у всех Красуток. Кактус Эпона Инкаулис. Это Эхиверия Шавиана Блу Курлс. Голубые кудри. Очень кудрявая. Оттенок розово-сиренево-голубой. В общем, в разных условиях по-разному. Вот это одна будет пауценки. Кто-то ей сожрал. Вот тут точку роста. Не знаю, возобновится она или нет. Вроде там что-то появляется. Если не появится, то все равно сбоку вот здесь обязательно полезет одна или две головы. Это Кателедон Пенденс Варегатный. Здесь будет два или три черенка на срез. Посмотрю. Длина черенков около пяти сантиметров. Где-то будет. Не, побольше. Сантиметров шесть-семь. Друзья, это Оттона. Это Ампельный Суккулент. Здесь будет черенок на срез. Это Седум Досифилиум. В порции пучок. Несколько черенков. Вот так же он. Это Эхиверия Рубидона. Очень крупные розетки. Размер растения где-то сантиметров двенадцать каждого. Может быть, тринадцать даже. Обалденная розетка. Очень яркие оттенки имеет под лампами. Дальше. Седум Сувиоленс. Тоже размер растений достаточно внушительный. Больше десяти сантиметров. Очень классные. Это Эхиверия Кремти. Одна. Тоже очень крупная. Сантиметров двенадцать. На переднем плане красула Текта. Размер горшка здесь где-то сантиметров шесть, наверное. Может быть, шесть с половиной. Хорошие, красивые красулы. Посмотрите, какая прелесть. Здесь Седоверия Башфул. Здесь будет несколько ценовых категорий. Обгоревшие чуть-чуть. Не сильно. Там уже розетки нормально. Уже нарастают листья. Вот это все вниз отойдет. И все будет нормально. В общем, эти будут по уценке розетки. Которые обгоревшие. Которые двойные будут делиться. Вы можете неделенкой. Но неделенкой, мне кажется, дороговато будет. Ну, смотря опять кому как. В общем, двойные будут делиться пополам. Вот так. Вот так. Уценка отдельно. Вот эти две розетки, которые обгоревшие, но с хорошими детками. Они будут продаваться не как уценка. Как нормальное растение. Это и вот это. И по небольшой уценке вот этот один единственный адрамискус. Все, друзья, мозги варятся. Уже не помню, кого как зовут. В общем, вот варегатное растение. Одна единственная розетка. Ну, от листа до листа не знаю, сколько сантиметров. Может, 10-11. Это эхиверия Blueberry. Где-то 10 сантиметров примерно. Размер розетки. Вот еще здесь две такие же. А, вот солнце ушло и видно сразу. В общем, четыре одинаковых розетки. Это эхиверия Halvey. Варегатная. Несколько розеток. Цена немножко будет отличаться. Какие-то покрупнее, какие-то помельче. Но в целом они приблизительно одинаковые. На немножко будет цена разниться. Это три розетки эхиверия Акайхоси. Варегатная. Это гавоидная розетка эхиверия Лири Хугиян. Вот такая красота. Размер розетки около 6 сантиметров. Где-то здесь, в Акайхосе, сантиметров 6-7. Так, это одна эхиверия Ариэль на укоренении. Не знаю, нет, нет, нет корней. Пока нет. Это три розетки на корнях на своих. Эхиверия Мебина Варегатная. Вот здесь, в углу, эхиверия Анслоу Варегатная. И три розетки эхиверия Розовая Шампанская. Вот это вот не видно, потому что она в тени. Примерно она такая же. Вот ящик задрала, смотрите. Размер где-то около 6 сантиметров. Вот такой варегатный седум насрез. У меня он растет как комнатное растение, потому что как уличное растение он больших морозов не выдерживает. В южном где-то регионе, там Краснодарский край, Сочи, Туапсе и так далее. Там можно его, я думаю, смело сажать на улицу, как уличное растение. Там он расти будет. Здесь будет черенок насрез. Это седум пахефилиум. Голова на срез побольше, поменьше, с краснеющими кончиками. Вот у меня сейчас он такой вот весь лимонный и с розоватыми кончиками. Вообще он окрашивается до ярких оттенков. И седум атропурпуреум. Вот такой горшок. Достаточно крупные кусты для этого седума. Растет он медленно. И вот, чтобы нарос такой кустик, должно пройти большое количество времени. Так, здесь куст Красула Тумп-Тумп. Это седум пахефилиум, который я вам только что показывала. Это греновия. Греновия кустовая, сразу много деток рождает. Здесь горшок 5 сантиметров. Это грабтопиталум русби. Здесь будет, ну, наверное, деленкой, чтобы побольше людям он достался. Можно кустом, но я думаю, лучше деленкой. Это эхиверия Бенбадис варегатная. Очень красивое растение. Очень изящное. Варегатность очень хорошо видна на ней. Это будут головы на срез. Размер каждой головы около 6 сантиметров. Это эхиверия Амистар срез. Сантиметров 6. Это два черенка, пока на укоренении. Срезы Красула Морганс Бьюти. Размер черенка в высоту сантиметров, наверное, 6, может быть, к 7. Это эхиверия Дерлу. Это гибрид эхиверия Симуланс. Это эхиверия Ред Вельвет вторая. Первую я вам раньше показывала. Она будет в прайсе раньше. Размер у них одинаковый. Где-то сантиметров 6. Это арастахис. Арастахис будет такой деткой. Маленькие, самые маханьки, мне кажется, даже не доедут. Это Красула Фальката Минор. Это будут срезы. Оттенок у нее от серебристо-голубоватой с розовыми серединками вот до такого. Вот это максимальный размер этого растения. Есть просто фальката, она большая, огромная. Это фальката минор, она большой, не вырастает. Это эхиверия Бомбино. Красотка. С такими вывернутыми, пухлыми, вывернутыми вовнутрь листьями. Очень красивая и крупная. Здесь размер где-то сантиметров 10 к 11. Друзья, мозги высохли. Буду сейчас просто показывать, название подписывать. Все, уже не варит ничего голова. Вспоминать название, ну вот вообще сил нет. Вот 6 розеток. Размер где-то сантиметров 6, может быть к 7. Это минимум варегатная. Красотки. Тоже сантиметров 6. Это эхиверия Линкольн Мария. Обалденные тоже розетки. Структура листа у него необыкновенная. Видите, вот как осветленная середина в центре. И она вот вживую, она блестит, поблескивает. Невероятно красивые. Розетки сантиметров 8. Это тоже вот 4 розетки. Сантиметров по 6. Может быть, вот это может быть 5 к 6. Чуть-чуть поменьше. Ну, примерно все одинаковые. 4 штуки. Дальше в центре вот здесь вот несколько штук. Это другой вид. Это другой вид. Эти мелкие. Размер этих розеток максимум 4 сантиметра. Но эти дорогие. По цене, по-моему, они, я уже не помню, по цене уже примерно как и вот эти. Но, может быть, чуть поменьше. Это эхиверия White Lotus. Здесь две розетки. Это чуть покрупней. Это чуть поменьше. Ну, поменьше за счет того, что вот эти листья у нее отсохли. Серединка очень классная, нормальная. Развиваются они хорошо. Просто, если бы вы видели, что было и что сейчас стало, это небо и земля. Растения дорогие. Ну, серединка небольшая. Серединка где-то сантиметра, может быть, 4. И растения будут, конечно же, развиваться вот именно этой серединкой. Эти листья, даже вот у этой розетки, они отсохнут. Одна розетка эхиверия Стриктифлора Nova. Размер где-то сантиметров 8. Так, это вот тоже три розетки. Это чуть поменьше, будет чуть подешевле. Эти примерно одинаковые. Размер, но к 5 сантиметрам. Может быть, даже 4,5. Небольшие, но тоже значительно по стоимости дорогие. Это три розетки. Три, это от моей деленка эхиверия Янжин. Это будут срезы. Ну, можете сразу кустик вот этот тройной купить. Вот она моя Янжин, мамка. Так, едем дальше. Это Красула Элеганс. Горшок здесь где-то 7 сантиметров. Ну, достаточно хорошие, пышные кустики. Никак не хочет резкость ловить. Видите, структура какая интересная у листиков. Так, Капителу я вам показывала. Это еще дополнительно. Просто по разным она у меня местам стоит. Это Красула Кемфайр. Здесь горшок 5 сантиметров. В каждом горшке где-то по 3 растения. Ну, 2, наверное, нигде нет. Может быть, и есть где-то 2. Да нет, где-то по 3 растения. Очень красивая Красула. Особенно яркая бывает при перепадах температур. Но мне она даже больше нравится вот в таком ее внешнем виде. Желто-красно-зеленая. Это Эхиверия Мина. Розетки небольшие. Горшок 5 сантиметров. Какая-то к 5 розетка. Цена одна у всех. Какая-то, может быть, 4 к 5. Это Красула Кардерой. Горшок где-то 6 сантиметров. Тут размер горшка не имеет значения. Тут по высоте, по кустистости. Пахифитум Блумист. Хорошенькие такие, мордастенькие. Красула Гарнет Лотос. Эхиверия Кэрол. Красула Храм Будды. Сантиметров по 8 где-то в высоту. Эхиверия Фрэнк Райнельд. Неприхотливая гавоидная розетка. Вот для примера вам мой Фрэнк Райнельд. Красула Грин Пагода. Первый раз она приехала. Очень интересные мордашки. Окрашивается в коричневатый оттенок. Краешки, окантовка у нее преображается. Если рассмотреть под макросъемкой, то кончики листиков у нее микро-микро зубастые. Это красула Клавата. Не варегатная. Варегатную я вам в начале ролика показывала. Это Клавата. Она окрашивается не в малиновый, а в вишнево-красный. Ну вот примерно как вот эта, только еще темней. Здесь тоже кустики где-то по 2-3 головы. Это кустики Красула Хайт Валтэш. Ну приблизительно вот такие. Плюс-минус там голова. Цена естественно одна у всех. Это моя для примера, которой лет 5 она у меня точно живет. Это Эхиверия Пульвината Фрости Крестата. Достаточно классные крестатки, крупненькие, замечательные. Размер крестата сантиметров 7, наверное. Это Эхиверия Лола. Лола тоже колобочком растет. Очень красивая форма у нее, изящная. Акрас такой пастельный, замечательный. Размер горшка 5 сантиметров. Это Граптопиталум Супербум. Один из красивейших Граптопиталумов. Очень красивой формы. С очень мощным налетом. Под лампами, если его вообще не трогать, он вообще обалденный. Невероятный. Это Красула Эксили Спектурата. Хорошие кустики, пышные, замечательные. Вот сейчас цветет. Мимишные цветочечки белые. Прям вообще радужные такие. Это Хавортия Трунката Маугани. Вот одна. И вот вторая. И это Дудлея Вайт Гнома. Размер розеток небольшой. Вообще растения небольшие. Горшок здесь где-то 7 сантиметров. Вот размер оценивайте. Это 2 головы Иониум Пинквич Гибрид. Размер около 4 сантиметров. Ну, может быть, 4 с половиной. Небольшие головы, но они очень плотные. Листьев много. Вот вторая. Это Хавортия Айс Грин Варегатная. Горшок 5 сантиметров. Размер растения где-то сантиметра 4. Это место клемма. Здесь уже очень хороший каудекс у них. Я фотографию делала, приложу фото. Это дети вот от этой моей женщины. Да, друзья, хотела сказать, если вы хотите, чтобы нарос каудекс, прячьте его вот так в землю. То есть не высовывайте сейчас пока это растение. Как бы вам не хотелось любоваться на изящные эти формы, на красивый каудекс, пусть полгодика она порастет в земле. Размер каудекса значительно в земле увеличится. Но она будет расти, но очень-очень медленно, если вы каудекс выпечете наружу. Это 2 растения на своих корнях. Это Делосперма и Хинатус. Размер розеток где-то сантиметров 5 к 6. Эхиверия Беннетт Голд варегатная. Растет сначала одной головой, потом раздваивается, расстраивается. В общем, все, что тут раздвоилось, расстроилось. Часть себе оставила, часть уже продала одну розетку. В общем, одна голова есть в наличии. Вот Эхиверия Линда Джейн. Это куртинка здесь раз-два. В общем, одна покрупнее и две помельче, детки. И вот эти пушистые Эхиверия Пульвината. Нет, не Пульвината, друзья. Короче, я забыла, как ее зовут. В общем, три вот эти пушистенькие розеточки. Одна, вторая и вот эта вот третья. Небольшие розетки около 2 сантиметров. В общем, детки. Следующий вид, друзья, вот эта красова Dependence. Это будут срезы. Цена будет зависеть от количества голов на ветке. То есть, вот поменьше, побольше. Вот, допустим, вот три головы, одна голова, четыре головы. Красовая очень красивая, очень редкая. Впоследствии она будет разрастаться компактным, пышным кустиком, похожим на салатовую елочку. Ну, вот так. Это моя. Алоэ Блэк Джем. Здесь одна большая крупная голова. И несколько поменьше. Это хеверия пинки. Это будут срезы. Ну, примерно где-то четыре с половиной к пяти сантиметров. Это хеверия Ангел Винкс варегатная. Размер розетки где-то около пяти сантиметров. Ну, наверное, она одна. Сейчас будем дальше идти. Может быть, еще найду. Ну, по-моему, одна. Так, это хеверия хрома. Я вам ее уже показывала. Это два черенка по хеверия Парадокса. Один побольше, другой поменьше. В центре, вот, крупная, к семи сантиметров. Эхеверия Кубик Фрост. Это около пяти сантиметров. Кубик Фрост поменьше. Так, это... Это... Это Верона. Вот тоже Верона. Чуть меньше. Эхеверия Мэнса. Размер около шести сантиметров у Мэнсы. Эхеверия Экзотика. Экзотика есть белая, есть розовая. Это розовая экзотика. Вот в другом горшке тоже экзотика. Красивая, компактная. Под лампами, смотря какого даже еще спектра лампы, набирает даже фиолетовый оттенок. Так, темно-темно-фиолетовый бывает. Но у меня вот в основном она розовая такая, вот как поросеночек. Вот две розовые головы. Это Грабтоверия Миссис Ричардс. Не варегатная. Ну, у нее... Мне кажется, она даже варегатной не уступит. У нее очень красивый оттенок. Вот смотрите, она вся разноцветная. Это Грабтоверия Миссис Ричардс. Так, это Экзотика опять. Это вот две розетки Хеверия Лола. Одна-вторая. Так, здесь у нас Верона. Экзотику я показывала. И это Эхеверия с деткой. Она Эхеверия Минима. Нанохукумини от моей. Вот от этой. Это мамка. Так, здесь у нас Кремнерия Экспатриата Кристалла. Ой, боже мой. Кремнерия Мутабилис. Я вам ее уже показывала. Это вот дорогое растение. Это варегатно-мутантный экземпляр. Эхеверия Шевиана Стректифлора Балерина. Так. Вот моя неправильная форма листа. Рваные листья. Варегатность у каждой розетки своя разная. И цвет она тоже имеет разный. В зависимости от условий. От темно-вишневого до нежно-нежно-сиреневого. Очень красивая. Это Грабтоверия Хэппи Дэй. Они уже были просто в другом размере. Так. Это, наверное, не она. Дальше. Это вот Эстер. Эхеверия Эстер. Здесь розетки, друзья, где-то 3, максимум 4 сантиметра. Вот все, что я показываю. Так. Это Эстеры. Дальше. Вот здесь у нас Эхеверия Лотос. Чуть побольше и поменьше. Так. Это, по-моему, я вам уже показывала. Просто снимаю в другой день. И уже не помню, что снимала, что не снимала. Грабтоверия Фред Тайвс. Да, снимала я ее, показывала. Так. Вот еще один Пахифитум Фревел. Он уже был. Так. Экзотику я показывала. Это Грабтоверия Деби. Я вам ее тоже показывала. Она будет все в одной графе. Номером выше. Раньше, чем сейчас я вам все показываю. Вот. Голубой с розовыми кончиками. Это Пахифитум Галлютиникаули. Это Пахиферия Фабиан. Две розетки. Это где-то сантиметра 3,5 к 4. Это сантиметра 3. И вот здесь Эхиверия Ред Вампир. Размер розеток около 4 сантиметров. Так. Вот эти розовые. Это Эхиверия Мадиба. Бампс с бородавками. Размер розеток небольшой. Около 3 сантиметров. Цена высокая. Потому что взрослая голова. Такой Мадибы. Не знаю. 1006 наверное стоит. Может под 7. Я брала. Не помню. Одну по-моему за 7 брала. Вторую. Около 6 что ли. Как-то так. Это Грабтоси Дума Франческо Балди. Я вам ее уже показывала. Просто в меньшем размере. Это Иониум Сидифолиум. Большой высокий куст. Высота сантиметров 15 наверное. Ну и голов большое количество. Вот он мой Сидифолиум. Это два куста. Эхиверия Сидоидес Барригатная. Это кустовая Барригатная Эхиверия. С мелкими-с мелкими розетками. Это взрослый уже размер розеток. Где-то сантиметра 2. Но максимум 3. Больше она не будет. Здесь куст 1 поменьше. Около 15 голов. И здесь вот второй куст. Вот так где-то голов 20. Может быть 22. Высота куста сантиметров 12. Может быть. Это два крупных куста. Эхиверия Пульвината Оливер. Друзья, у меня рука в клею. И вот не отмывается. Поэтому это не грязь. Не отмывается. И вот второй куст. Здесь 4 головы. Обалденно красивые. Необыкновенно красивый бархат. Вообще суперские розетки. Деревцем растет. Это, я считаю, один из самых красивых униумов. И униум. Росков варегатный. Здесь цена... Ну, примерно они будут приблизительно по одной цене. Чуть больше-меньше. В зависимости от величины куста. Количество голов здесь примерно у всех одинаковое. Самая крупная центральная голова где-то сантиметров 5, может быть, к 6. На каждом униуме. Это куртинки Эхиверия Вайтсван. Здесь 4 мелкие. Ну, средней мелкости. Вот эта вот куртинка. Здесь 5 голов. Раз, два, три, четыре. И вон там маленькая. Не видна за другой 5. А здесь 3. Ну, а здесь крупные розетки. Дальше в центре вот котеледон арбикулата варегатный. Один. Небольшой размер. Около где-то 3, может быть, максимум 4 сантиметров. Ну, как в прошлый раз. Так, друзья. Дальше вот это будет у нас ЭСП. Потому что они приходили как ЭСП. Я не знаю. Я не определяла их название. Пока они не превратятся в максимально взрослые размеры. Название определить очень сложно. В общем, вот эти все будут по одной цене. И они все будут ЭСП. Кому нужно будет 2 розетки, допустим, таких. Буду ложить максимально разные. Кому одну, значит, рандомный выбор. В общем, какая попадется. Они все очень интересные. Все они набирают окрас. Все они набирают интересную форму. Ни одна из них не тянется. Очень-очень интересные виды. Но, к сожалению, не знаю, как их зовут. И определять у меня нет сейчас ни времени, ни возможности. Дальше вот 2 розетки. Хиверия и Лен варигатная. Это растение с бородавками будет. Необычный очень вид. Прожилочки такие у нее, как у вампира. Как кровеносные сосудики. Но вот эти пока не очень большие. Но 5 сантиметров где-то розетки не очень большие. Поэтому здесь еще как бы ничего особо так и не прослеживается. Вообще, красивая розетка. Очень красивая. У меня такая тоже есть. Отсажена. Так, дальше. Это у нас вот этот клаватом. Он у нас на броне. Вот этот клаватом будет у нас по уценке. Там вот детка. Детка хорошая. А здесь я даже не знаю, кто это. Может быть я. Может быть и кот пролез. В общем, подраны листья. Тут уже раны эти зажили, затянулись. Вот эти листья отрастут. Когда закроют эти, будет ничего не видно. В общем, это будет уценка. Клаватом варегатный. А вот эта голова где-то сантиметров 6. Клаватом варегатный будет на срез. Это естественно не уценка. Это вот три розетки Гила Рейндропс. Размер розеток где-то 4 сантиметра. Ну, может быть 4 с половиной. Бородавчатые будет растение. В прошлый раз такие были двойные. Эти будут, эти одинарные будут чуть подешевле, чем в прошлый раз двойные. Это хиверия Pink Harring Gold. Варегатные хиверия. Размер около 5 сантиметров. Красотуля. С корнями. Ну, тут они все с корнями. Это Красула Альба. Красотка. Сказать нечего. Обожаю эту Красула. Очень декоративная. Очень красивая. Всегда такая нарядная, пухленькая. Прямо вот королевишна сидит в горшке. Мои недавно пересажены. Подбаливают сейчас. Нижние листики пожелтели. Но ничего страшного. Вообще они неприхотливые, эти Красула. Это хиверия Speed Bumps. Где-то еще есть Speed Bumps. Это розетка около 6 сантиметров. Это около 5. Вот тоже Speed Bumps. Это все будет срезы. Тоже около 5 сантиметров. Розетки вот здесь с бородавками. Но здесь условия пожестче у них, поэтому они с бородавками. Те тоже будут с бородавками. Но попозже. Да, вот еще забыла показать. Это хиверия Triller Pearl. Это детка около 4 сантиметров. Так, в центре голубую забыла показать вам рядом с Миссис Ричардс. Это хиверия Subsisilis. Очень красивая. Голубая. Бывает прям вот до голубых, голубо-розовых оттенков. Даже розовая она бывает. В зависимости от условий. Это хиверия Marble. Розетки около 4 сантиметров. Может быть 4 с половиной. Каждая с деткой. Цена будет у них одинаковая. Это Marble без детки. Это двойная детка. Я думаю, это хиверия Cream Tea. Размер около 4 сантиметров. Это две детки хиверия Lovely Rose. Lovely Rose где-то еще будет. Цена точно так же от размера. Это вот три розетки. Раз, два, три. Эхиверия Пастель Леон. Размер около 4 сантиметров. Так, это еще одна Миссис Ричардс. Вот, ионимом закрыта. И не такая яркая, как те сестры. Размер у них одинаковый. Дальше, это хиверия Red Fantasy. Размер розетки около 5 сантиметров. Это хиверия Noble. Продаваться будет по головам. Вот эта крупная, и эти две поменьше. Ихиверия Merina. Вот она, Мерине. Вот эти две розетки хиверия Nietzsche. Одна побольше, другая поменьше. Это вторая детка Thriller Pearl. Ну, тоже где-то 4 к 5 сантиметрам. Как это. Так, это Golden State Variegat. Она уже была в прайсе. Раньше, вначале, она видео была. Это хиверия Super Ball. Размер розеток около 4,5 сантиметров. Растение дорогое. Вот под пальцем грабтоверия Lulou. Так, это рейндропсы. Они уже были. Просто другие экземпляры вам показываю. Это хиверия Angel Angel Finger. Мамашка. Как же подлезть-то, чтобы ничего не раздавить. Это хиверия Decora. Вот она, одна декора. Это не варегатная декора. Это другая декора. И вот аналогичная вторая декора. Очень красивое растение. Плотные листья. Яркий цвет всегда. Рыжий-малиновый. Это еще одна розетка. Хиверия Marble. Где-то здесь размеры около 5 сантиметров. Это хиверия Pinky. Я вам ее уже показывала. Только это в большем размере. Где-то здесь сантиметров 7 размер. Это красавица Angel Winx. Шикарное растение. Всегда такое крылатое, яркое. Будет под лампами. Ну и при перепадах температур. Сейчас просто жара съедает оттенки. Будет ядрено-малиновое. Вот еще два ангела Винкса. Та сантиметров 10, эти сантиметров по 7. Так, это барон Bolt с бородавками. Тут все с корнями. Размер где-то сантиметров 6 у барона. В центре вот здесь это хиверия Rapunzel. Размер розетки около 6 сантиметров. Это вот рыжий-розовый хиверия Pompatheus. Это вот барон чуть поменьше. Это краптоверия Titu Bans. Вот они. Цена от размера, от количества голов. Да, друзья, вот еще одна хиверия Red Fantasy Тройная голова. Это хиверия Blue Mist. Размеры все небольшие. Детки вообще все небольшие. Это я вам уже показывала по хиверия Албакарината. Вот три. Детки по несколько, по две головы где-то тут. Так, это хиверия White Rose. Но здесь будет, в общем, несколько штуки, три, наверное, выберу, которые самые крупные, потому что мелкие, они не доедут. Вот эти листики отсохнут, и вот эти отсохнут в пути, и два листа к вам приедет. Это совсем не есть хорошо. Поэтому буду отправлять только те, которые нормально доедут, нормально перенесут транспортировку. Это хиверия Клеопатра. Размер розетки где-то 6 сантиметров. По-моему, где-то еще есть. Ой, друзья, я сказала, что это что, Blue Mist? Это хиверия Marum. Ну все, уже у меня мозги пекутся. Это две розетки хиверия Lingvaas. Одна и вторая. Размер один, цена тоже одна. Где-то около 5 сантиметров срезы. Хиверия Декорово-Регатная. Может быть, где-то еще есть одна, но вот одна точно есть. Это хиверия Супка Рембоза Лау номер 26. Она вот так и значится. Номер 26. Где-то 4-4,5 сантиметра розетка. Две розетки хиверия Papis Rose. Около 4,5 сантиметров. Одна и вторая. И хиверия Рио Гранде. Одна и вот здесь вот, наверное, не дотянусь. Вот еще две детки, два среза. Это Angel Finger будут срезы. Побольше розетка и поменьше. Angel Finger я вам показывала минут 10 назад. Это две розетки хиверия Crimson Tide. Ну, к 5 сантиметрам где-то каждая розетка. Хиверия Руньони. Около 5 сантиметров с корнями. Где-то, по-моему, была еще одна поменьше. Хиверия Golden Glow варегатная. Три розетки хиверия Purple Per. Размер около 3 сантиметров срезы. Sedum Nus Baumer срезы. Крабтоверия Гарри Ватсон варегатная. Около 5 сантиметров срез. Вот здесь три розетки, которые покрупнее, маленькие, не доедут. Хиверия Гера. Так, здесь красула Роджерси. Вот кучка вот эта целиком. Эта красула, не помню, как называется. Забыла. В общем, черенки здесь какие укорененные, какие там с другого срез будет. Опушеные. Мимишные. Мелколистные. Это срезы около 5 сантиметров. Эхиверия Ice Edge варегатная. Это грабтоверия Bainsey. По-моему, еще где-то есть. Эхиверия Flying Cloud. Это вот побольше. А вот это чуть поменьше. Друзья, это не помню. Забыла, как их зовут. Подпишу. Размер розеток. Ну, 4-3,5 сантиметра где-то. Которые покрупнее. Которые мелкие, наверное, даже и не поедут. Боюсь, просто не доедут. Это Кремнерия Mutabilis. Я вам ее уже показывала. Она будет раньше в прайсе. Это Эхиверия Telstar. Два среза где-то по 4 сантиметра. И также, по-моему, где-то я видела еще деток. Детки мельче, чем они, чем срезы. Вот мамка. Мамка сейчас перебаливает. Но цвет вообще обалденный. Эхиверия Ice Cream. Вот самые крупные розеточки будут. Ну, самые крупные это где-то сантиметра 4. Может быть, чуть поменьше, которые вот эти. Но мелкота прям совсем продаваться не будет. Это срез около 8 сантиметров. Эхиверия Пауль Баньян варегатная. Одна единственная детка. Вот мамка. Голова мамки срезана. В общем, вот так выглядит мамка. Варегатные листья с бородавками. Шикарное растение. Обалденное. Из крупных. И из дорогих. Можно сказать, из хорошо дорогих. Это Седум Хернандеса. Здесь будет срез большой головы. Большой черенок сантиметров 8-9. Может быть, даже 10. Не знаю. И после среза вот эта кучка будет продаваться на корнях. Здесь срез. Здесь на корнях. Так, дальше. Это Роза Квин. Здесь будут продаваться вот эти розетки, которые по краю. Это моя. Я себе еще такую не отсаживала. Это красула коримбулоза варегатная. Под лампами она очень хорошо проявляет варегатность. Варегатность сильно заметна. У нее желтеют макушечки и становят рыженькими. Продаваться будет вот по такому черенку приблизительно. Черенок около 4,5-5 см. Это Эхиверия Гондорис Крестата. В общем, продаваться будет вот эта кучка отдельно. Это на одном корне. Крестатная розетка и три некрестатных головы. Ну, обалденно. Красивый куст будет. Вообще шикарный. И вот эта отдельно будет продаваться. Очень красивые оттенки. Под лампами она терракота коричнево-красная какая-то. На солнце она красно-оранжевая. Ну, обалденная, короче. Это срезы будут Эхиверия Фембриата варегатная. Это один срез, где-то сантиметра 4. Вот этот около 5. И вот эта уже срезана на укоренении. К моменту выхода видео, возможно, у нее уже появятся корни. Две розетки Эхиверия Даймондстед варегатная. Вот эта крупная, сантиметров 11, наверное, розетка. А вот эта поменьше. Но сантиметров 9 у нее будет точно. Эхиверия Кзодьку я вам показывала. Граптопиталум Пурк Делайт я вам показывала. Это срезы Эхиверия Купит. Около 4 сантиметров. Это Седум Рубротингтум. Вот еще один Рубротингтум нашла, отсадила. И где-то еще есть подобный третий. Эхиверия Джапан Мунривер. Черные точки на листьях это от перелива. Сейчас она пересажена в другой грунт. И вот развивается вообще прекрасно. Варегатное растение. Размер горшка здесь 8 сантиметров. Это красула Сванзиенсис гибридная. Сванзиенсис скрещена с кем-то пушистым. Не знаю с кем. Ну, в общем, у этой опушеные листья. У обычных гладкие листья. А у этой опушеные. Вот моя. Но она похожа на Эхиверию. Обожаю эту красу. Вообще супер. А, да, вот забыла, друзья. Вот это растение продается. Это Лихтенбергия. Здесь картошка уже достаточно приличная. И вот эти листья Йети. Тоже большие. В общем, экземпляр хороший, крупный. И так же срез Грабтоверия Фреттайс в регатное. Огромный. Большая розетка. Сантиметров, наверное, 16. Вот от листа до листа. Может быть, 15. Где-то так. Эхиверия Монро Оранж. Срезы. Цена разная от размера. Размер где-то от 7 до 5 сантиметров. Это красула Кандикана. Это срезы. Два среза. Вот один. Здесь двойная розетка. И здесь второй. Тройная розетка. Это кактус Лофофора Вильямса. Размер 1,5 сантиметра. Растение дорогое. Это красула Рога Дьявола. Розетки очень крупные, очень мощные. Цвет не набирает, потому что она сидит в жирном грунте. Но внешний вид офигенский. Здесь несколько розеток. Я посмотрю по размеру. Ну, примерно они будут все по одной цене. Высота где-то 9, может быть даже 10 сантиметров. Если будут поменьше здесь. Но мне кажется, здесь все они. Вот несколько штук. И все они одного размера. Потом будут тщательно просматривать. И если меньше будет, то цена будет, соответственно, меньше. А так вообще красула редкая и дорогая. Это одна розетка Эхиверия Трампет Премиум. Мамка. У этого вида бородавки на тыльной стороне листа. Вот они свисают. Такими пупырищами, большими, крупными. Это Эхиверия Амэзинг Грейс. Это Эхиверия Блубёрд. Вот это тоже Блубёрд. Я уже, друзья, запуталась, кого показывала, кого нет. Ну, короче, если не показывала, то вот два Блубёрда. Когда буду редактировать, тогда уже станет ясно, показывала или нет. Это вторая розетка около 4 сантиметров Эхиверия Супкоримбоза Лау номер 26. Это Пахиверия Экзотика. Это Пахифитум Глютиникаули второй. Первый я уже показывала. Это две розетки Эхиверия Фасцикулата. Розетки мелкие, где-то сантиметра 3. Да, вот 3. Ой. 3. Ну, 3,5 может быть. Вот она, мамка. Ой, осёнок какой сидит. Так, это ещё Эхиверия Лавли Роуз. Размер самой крупной розетки из всех Лавли Роуз, которые вот есть, около 4 сантиметров. И дальше на уменьшение. Так, это Марум. Одна из, наверное, самых крупных. Это тоже Марумы, только мельче. Это Эхиверия Тинкербелл. Ой, друзья, Тайний Бёргер. Да что ж, резкость не могу поймать. Около 4 сантиметров розетка. Это Эспэя, около 5 сантиметров. Так, Лавли Роуз показывала. Это Сидеверия Лилак Мист. Это Пахиверия Клавифолия. Это Единичная, около 4 сантиметров. Это Кластер, где-то сантиметров, наверное, 5. Тут 4 головы. Так, здесь Кремнерия Мутабили с разной размерами показывала. Это под вопросом, не знаю, друзья, пока я её оставлю. Может быть, это и Трампет Премиум. Но пока сомневаюсь, бородавок нет, поэтому не хочу никого обманывать. Так, это ещё одна была большая. Это небольшая сантиметра, наверное, 4-5 даже не будет. Да, 4. Шантилли Клеопатра. Это кустик Седум Комик Том. Большая голова и 3 штучки помельче. Это кустиком один, больше нет. Вот эта кучка Сидеверия Маркус Варигатная. Цена, ой, Варигатная, просто Сидеверия Маркус. Цена от размера. Это розовый Грабтопиталум Берноленс. Тоже самое цена от размера, от большей к меньшей. Это Грабтопиталум Парагвайский гибрид. Я вам его показывала уже в начале видео. Так, это Франческо Балди. Это Хеверия Айскрим. Я вам её уже показывала. Но здесь в основном повторялки. Хэппи Дэй, Прэти Ин Пинк, Грабтопиталум Берноленс, вот она. Лилак Мист, которая вот эта. Хеверия Арпет. Этот Седум я вам показывала, он будет в прайсе ранее. Это Пахифитум Фревел, по-моему, третий. Два побольше, вот нашла ещё поменьше. Это всё было. Хеверия Лотос. А, вот это не было. Это Трампет Пинки. Это вот одна розетка, около 3,5 см где-то. И вторая такая, точно же такая, такого же размера тоже есть. Так, это всё было-было. Вот не было. Хеверия Аркан. Здесь размер около 4 см. Вот эта розетка с красными кончиками. Эти розетки были. Только в большем размере. Это Хеверия Арье. Это Пахеверия Пахифитоидес Варегатная. Одна розетка. Это мамка. Не знаю, будет видна варегатность на солнце. Нет, но вот такая красивущая мамка. Друзья, вот ещё две розетки. Одна побольше, вторая поменьше. Хеверия Амур Пати. Где-то 4,3 см. Хеверия Горден Глоу. Неварегатная. Срезы около 3,5 к 4 см. Дверия Блу Эльф. Одна розетка, около 4 см. И вторая, примерно такая же. И две красула Капитела Рубра. Вот это ещё красула, друзья, куртинкой. Сантиметров 5 где-то, может быть, к 6. Одна. Ещё один крестовник, вот этот, друзья, около 5 см в высоту. И телекодон Бухгольца. Бухгольца в этот раз небольшие. В прошлый раз были большие. Крупные были кусты. Эти мелкие. Высота самого, наверное, большого черенка 5 см. Остальное, в общем, здесь горшок 5 см. Вот смотрите, какого размера растения. Ну, они, конечно же, и дешевле, чем прошлые большие. Друзья, ну и, наверное, последняя часть растений. В центре вот эта красула, кустовая красула, варегатная красула Атра Пурпуреа. Это Хавортия Альба. Вот, вот и вот. Хеверия Пурпузору. Горшки все 5 см. Это Литопсы. Один горшочек. Красула Панголин. И Иониум Феникс Флайм. Друзья, не помню, каким номером показывала вот эту Хеверию. Это Хеверия Блу Курлс. Вот, я говорила, вот она будет по уценке, по небольшой. Что-то вот у нее пропала там точка роста, кто-то сожрала. И вот, смотрите, точка роста уже появляется. Просто снимаю в другой день. Немножко времени прошло. И вот тут вот деточка лезет, я смотрю. И вот тут вот кто-то с этой стороны лезет. В общем, красотулечка получается. И еще, друзья, одна Хеверия, вот это по уценке. Это Хеверия Кремти. Вот она, она, та, которая не по уценке. Это будет по уценке. В общем, кто захочет за меньшие деньги выходить. Но она нормальная, она просто потянутая. Потянутая, вот лист здесь у нее поврежден. Ну, кто, короче, понимает, что это нормальное растение, я думаю, это нормальный вариант для покупки. Еще, друзья, не помню, снимала или нет, потому что уже столько видов реально можно запутаться. Красула плавновидная. Здесь, ну, в порции, там, допустим, вот такая веточка, там, несколько черенков на срез. И вот это Хеверия Полида Варигатная. В теплице Притенко плохо видно, но вот мамка. Друзья, не помню, показывала или нет Хеверия Ничи. Вот, по-моему, не показывала. Здесь две розетки. Одна около пяти сантиметров, а эта к четырем. Ну, все, наверное, друзья. Для заказа и получения прайса пишите, как всегда, на WhatsApp и Viber. Желательно на WhatsApp. Посылки отсылаю в порядке очереди. После отправления присылаю вам чек, где будет трек-номер. Утомила вас, понимаю, сама устала. Но очень много растений, про каждое хочется рассказать. Особенно новичкам. Новичкам эта информация нужна будет. Поэтому вот как-то так в этот раз. Долгое видео, да, я понимаю. Ну, надо было смотреть на убыстренки. Ну, все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем хороших покупок. Всем мира, добра, здоровья. Всего самого-самого наилучшего. Пока-пока.